здрасте друзья с вами дмитрий кузнецов очередная суббота у нас с вами мы притворяемся юристами ну что сегодня будем говорить о злободневной истории в упрощенном судопроизводстве и вот многие из вас пишут что как там опять что-то там высших эшелонах нашей верхушки власти против людей что-то речь идет о упрощенном производстве по взысканию кредитных долгов она работала у нас стране просто лимиты теперь расширили и на эту тему и будем с вами поговорить в свое время в период пандемии еще верховный суд рекомендовал судам так называемой общей юрисдикции рассматривать гражданские дела преимущественно в порядке как раз таки упрощенного производства и это всегда было возможно регламентировала это глава 21.1 гпк рф а именно статьи 239 простите 232.1 статьи 232.4 и под данную категорию дел в результате попадает значительное количество подобных дел исков сформированных банками для возможности рассмотрения гражданского дела в порядке упрощенного производства банку либо его представителю по доверенности достаточно указать в исковом заявлении что он истец не возражает о рассмотрении искового заявления о взыскании задолженности по договору займа по кредитному договору без участия представителя это тоже регламентирована частью 5 статьи 167 гпк рф что тут говорить принципе не секрет представители банков случае если они истцы в 90 процентах случаев не присутствует в судебных заседаниях даже при желании этого представить скажем так вот этого факта представить сложно даже при желании если мы захотим представить что вдруг по каждому делу приходит представитель банка ну так это не просто себе представить потому что огромное количество исковых заявлений сейчас судах вот как раз таки банков ну ладно давайте как говорится к сути перейдем и так банк подал в суд требует взыскать задолженность по кредиту должника и первое с чем должник столкнется это с тем что банк направит должнику по почте самоисковое заявление следующее второе если хотите суд направит ответчику определение о принятии искового заявления ну чисто процедурная ситуация после чего назначит дату предварительного судебного заседания в случае рассмотрения искового заявления по общим правилам искового производства ну а в случае рассмотрения искового заявления в порядке упрощенного производства суд направит ответчику определение о принятии искового заявления и рассмотрения в порядке того самого упрощенного производства как таковое рассмотрение гражданского дела по иску о взыскании за должность в порядке упрощенного производства имеет как преимущества, так и недостатки. Преимущества это понятно. В первую очередь основным преимуществом является то, что появляется возможность рассмотрения дела без вызова сторон. И на этом преимущества заканчиваются. Остаются недостатки, минусы упрощенного производства, которыми являются, первое, нарушение судами сроков предоставления процедурных документов в суд. Чтобы вы понимали, друзья, первый срок не менее 15 рабочих дней со дня вынесения определения о принятии искового заявления. Второй срок не менее 30 рабочих дней со дня вынесения определения о принятии искового заявления, а также между первым и вторым сроком должно быть не менее 15 рабочих дней. Второй минус. Отсутствие как такового судебного заседания. То есть отсутствие возможности присутствовать лично в судебном заседании и задавать вопросы участникам процесса. Также отсутствует необходимость ведения протокола. Это правило не применяется в таком формате. Следующее. Сокращены сроки апелляционного обжалования. Всего 15 рабочих дней. Дальше. Отсутствует возможность проведения экспертизы. То есть нет возможности лицам, участвующим в деле, предъявлять оригиналы документов на обозрение в суд. Дальше. Судья рассматривает дело и выносит решение после окончания второго срока на основании письменных доказательств возражений и ходатайств, которые предъявил, если предъявил ответчик и истец. Так, например, ответчик подает ходатайство об истребовании доказательств, а именно предоставление как вариант подлинника кредитного договора. По тем основаниям, что у ответчика отсутствует кредитный договор, а кредитный договор, который истец предоставил в формате копии существенно отличается от условий, о которых ответчику было известно. Ну и как вы понимаете, на основании которых ответчик пользовался оспариваемым кредитным продуктом. Так вот, как правило, судья неожиданно для ответчика удовлетворяет исковые требования истца, а ответчик узнает о том, что ходатайство об истребовании доказательств суд отклонил. Узнает он об этом лишь из текста так называемого мотивированного решения суда. Решение суда в окончательной форме. Из-за чего он лишен возможности в оперативном порядке предоставить иные доказательства, имеющиеся у ответчика на случай отказа в удовлетворении ходатайства об истребовании этих самых доказательств. Таким образом, если ответчик считает, что рассмотрение гражданского дела в порядке упрощенного производства приведет к необоснованному решению суда и предусмотренные гарантии, указанные в Конституции нашей страны касательно равноправия и состязательности сторон, ответчикам в полной мере не будут реализованы, в таком случае ответчику ничего не остается, кроме как использовать способы перехода от упрощенного производства к рассмотрению дела по общим правилам судопроизводства. Для этого в первую очередь необходимо предоставить доказательства, на основании которых суд обязан вынести определение о переходе к рассмотрению дела по общим правилам того самого искового производства. На самом деле для специалистов это не составляет особого труда. Вообще исчерпывающими основаниями для перехода от упрощенного производства являются вступления в гражданское дело так называемого третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования. Запомните это. Такими людьми, например, может быть супруг, супруга, ответчика. В любом случае они, как вы понимаете, являются заинтересованным лицом, то есть заинтересованное лицо, ну, либо сам, непосредственно ответчик, подает в пределах установленных судом сроков заявление о вступлении в гражданское дело третьего лица. Важно, чтобы все было подготовлено таким образом, чтобы не было признаков того, что третье лицо заявляет некие самостоятельные требования на основании того, что данным судебным актом разрешены права и возложены обязанности на заинтересованное лицо. Регламентируют это статьи 256 Гражданского Кодекса Российской Федерации, общая собственность супругов, а также статья 34 Семейного Кодекса Российской Федерации, совместная собственность супругов. Я, кстати говоря, на своем канале, на этом канале, в плейлисте «Что делать, если…», вот этот плейлист вы, кстати, как раз и смотрите, именно в этот плейлист помещен этот ролик, про вот эту солидарную, так называемую, ответственность тоже рассказывал. Посмотрите, поищите, будет интересно вам. Давайте приведем пример формулировки заинтересованного лица. Имущество, в том числе денежные средства, которые находятся у ответчика, нажито в процессе брака и принадлежит заявителю, заинтересованному лицу, одному из супругов, согласно статье 34 Семейного Кодекса Российской Федерации. Ну, также можно обозначить и статью 256 Гражданского Кодекса Российской Федерации, подтвердив, что это совместная собственность. В случае, если суд удовлетворит исковые требования истца, тогда заявителю будет причинен ущерб, как материальный, так и моральный. Понимаете? Во всех этих соревновательных историях ответчику необходимо заявить ходатайство об истребовании доказательств, а именно представлении подлинника кредитного договора на обозрение суда. Ну, как вариант, делается это для возможности в дальнейшем проведения подчерковедческой экспертизы, либо экспертизы подлинности условий кредитного договора. И при таких вот обстоятельствах суд обязан перейти к рассмотрению дела в порядке рассмотрения по общим правилам искового производства с назначением даты судебного заседания с обязательным вызовом лиц, участвующих в процессе. В теории, как говорится, да и на практике выглядит это следующим образом. Суд выносит определение о вступлении в дело третьего лица. Ну, а вообще предыстория, что называется. Все это, как бы тема эта всплыла на поверхность осенью 22 года. Тогда Верховный суд России выступил с предложением, если сумма требований кредиторов не превышает 500 тысяч рублей, то надо разрешить всем российским судам рассматривать иски о взыскании денег с должников по упрощенной процедуре. Стоит отметить, что в случае принятия данной инновации тем россиянам, кто не платит банкам по кредитам, следует ожидать быстро, сильно быстрее блокировки всех счетов судебными приставами. Ведь в отличие от похожей меры всем нам известного судебного приказа, который легко можно отменить, так вот отменить взыскание просто по заявлению уже не получится. Как вы понимаете, поэтому у банков-кредиторов действительно очень большой интерес к возможности забирать долги через упрощенное производство. Так как оно является полноценным судебным слушанием, и его решение просто так не отменишь. Ну и немаловажным фактором является, конечно, скорость. Такое слушание, если его можно так назвать, проходит очень быстро, просто, практически моментально. Если по формальным признакам дело может быть рассмотрено в упрощенном порядке, то согласие сторон, как я уже сказал, на это не требуется. Но это только если по формальным признакам все произойдет так, как я сейчас описал, судопроизводство будет выполнено без вызова ответчиков в судебное заседание, без введения протокола и без возможности отложить разбирательство, то мы получим то же самое, что и было раньше. Раньше применяли процедуру упрощенного производства, в принципе, имели возможность ее применять. Но закон в части статьи 232.2, часть 1 Гражданского кодекса определяет слишком маленький лимит по сумме долга, возможного к взысканию данным методом, это всего 100 тысяч рублей. Ну и, конечно, это банки не устраивало. Ведь, согласно данным Национального бюро кредитных истории, НБКИ, так называемого, многие знают об этом учреждении, средний размер потребительского кредита в нашей стране около 300 тысяч рублей на человека. Однако, вполне вероятно, что в ближайшее время действующие ограничения будут изменены. И взыскивать уже можно будет в упрощенном порядке не с суммы до 100 тысяч, а до 500 тысяч рублей. Именно такой, во всяком случае, лимит обозначил Верховный суд в своем постановлении с обращением в Госдуму. Но помните, друзья, в упрощенном порядке должны взыскиваться только бесспорные долги. Поэтому на практике многое зависит от содержания искового заявления, которое для должника и даже для суда может быть небесспорным. Поэтому не бойтесь судов, не стоит игнорировать оповещения, которые так сиротливо лежат в вашем ящике почтовом, вы их боитесь в руки взять, особенно с пометкой, если оно судебное. Помните, их срок хранения всего лишь 7 дней. То есть письмо будет лежать на почте всего 7 дней. И тем более, если вы знаете, что у вас есть какие-то необслуживаемые кредитные эпизоды, здесь, как говорится, не надо на авось ко всему относиться. Вот как раз-таки своевременная реакция на получаемую корреспонденцию так или иначе поможет вам сберечь свои нервы и деньги. Я вам объяснил один из способов выхода из этой ситуации. Я понимаю, что для людей которые далеки от всех этих дел этот ролик только раздражение вызовет, но что тут говорить. Для того и существуют юристы, организации, такие как Алиам. Ну не знаю, было бы странно, если бы вы раздражались, узнав, что вы не можете справиться с каким-то недугом, с какой-то болезнью, и вам нужно обращаться к доктору, чтобы с этим разобраться. В теории, конечно, можно и с болезнью разобраться, но какой результат вы получите, сложно прогнозировать. Так вот и здесь. Друзья, не надо отчаиваться. Юристы, ну я сейчас про юристов компании Алиам говорю, потому что это юристы моей компании. Они готовы, рады вам помочь, подсказать совершенно бесплатно в формате, то есть самой бесплатной консультации. И если вам действительно нужно, как говорится, разобраться в чем-то, пожалуйста, не стесняйтесь. Оставьте заявочку, в описании этого любого другого ролика есть ссылка на форму для оставления заявки. Где бы вы ни находились, в каком регионе нашей страны вы бы ни находились, я про Россию говорю, конечно же. Оставляйте заявку, если у вас есть вопросы, с вами свяжется наш специалист, и вы обо всем поговорите. Он ответит на все ваши вопросы. Ну и поверьте, скупой платит дважды. Я про то говорю, что если вы думаете, что что-то там пройдет, вы экономите какие-то копейки. На юристах и на докторах, на врачах не экономят. Знаете, на здоровье не экономят и на спокойной жизни не экономят. Здоровье – это про врачей, а спокойная жизнь – это про юристов. Ну, а сегодня с вами был Дмитрий Кузнецов, и мы уже завтра увидимся на нашем канале Алиан. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»